насчет иллюзии что можно сказать вот ты не одинока в своем определении что сейчас мира многим воспринимается как иллюзия как никогда вот как бы они жили раньше не было иллюзия вот сейчас этими событиями архаика я думаю появляется появляется архаика появляются какие-то вещи которые раньше они просто не транслировались то есть мир как иллюзия но я тебе скажу так в принципе почему это происходит потому что иллюзорность мира она зависит от того насколько мы имеем какую-то реальность которая ну я например предполагаю что человеческое общество оно живет пластом теорий вот этих глубинных мировоззренческих концептов которые не видны публике обычной и когда какая-то концепт выносится в общественное сознание он этот концепт начинает творить новую реальность сейчас всплыл концепт но вот такого социального дарвинизма реваншизма но я не знаю как это определить а концепта утилизации ненужных вот этот концепт он используется разными силами на западе но где угодно он используется этот концепт и в принципе мы вдруг из той послевоенной и пост после военной реальности очутились опять предвоенной ситуации и я думаю вот именно с этим связаны иллюзорности ненастоящее происходящего но тогда люди как бы понимали вернее не понимали тогда они как бы адекватно отвечали себе что общественное сознание она говорит да что надо вот устранить наименее приспособленных просто физически устранить они наименее приспособленные битва была за ресурсы за метрополии какие-то за я не знаю за зон влияние за распределение вот немецкие реваншисты вот так же называли у нас реваншизм германский реваншизм то есть даже не фашизм а либо у меня вот есть документы материалы канона второй мировой войны их так и называют реваншисты то есть они опоздали к колониальному разделу мира который производили другие страны ну вот так считали немцы германские да вот эти руководители и они вот да они говорят надо вот затеять вот эту вот переделку и прочее прочее мы отберем на так сказать вот эти вот земли и прочее разные то есть это как раз и было причины начала вот второй мировой войны и вообще всей этой истории но дело то в том что мы сейчас просто в прошлое окунулись вот эти эти концепты они вдруг всплыли почему они всплыли тоже народ не понимает почему вдруг это стало реальностью осталось друг реальностью потому что кто-то там наверху решил что надо просто использовать вот этот старый приемчик допустим социал дарвинизм сейчас уже не прокатит понятное дело ну со своими такими человеконенавистническими высшие расы низшие надо под прикрытием действовать и просто решили как бы ну как бы по щелчку все это вывести в общественное сознание под другим причинам ну типа там защита демократии там еще чего-то защита прав и так далее и тому подобное то есть разные одежды но идея друга идея осталась прежней это сократить численность того населения которое где-то там в центре этом глобальном глобалисты считают что она не нужна кого в первую очередь сохраняются сокращают конкурентов но я не хочу здесь вводить так сказать меня уже критиковали вот англосаксонская такая позиция англосаксов геополитика она была еще макиндером озвучена в 1904 году когда он доклад делал королевскому обществу и тогда он говорил что людей тоже слишком много и то что а одна четвертая суши она находится в руках так сказать вот этого но хартленд вот этой середины земли до который советский союз тогда но не советская российская империя занимала 1919 год потом он был посланником в украине этот макиндер и так далее и он развивал эту концепцию на основе этой концепции на это было создано мало кто об этом знает на основе этого были другие какие-то вещи там манхэттенский по но не будем сейчас углубляться в общем-то многие вещи были созданы на основе этой концепции и понятное дело что геополитика она правит так ли но на ее не озвучивают я же не будут озвучивать что цель то какая приватизировать недр и ресурсы и убрать население ну вот с одной четвертой части которая занимается россия ну вот этим и занимаются сейчас но как украинцы и русские два братских народа они сейчас дубасят и уничтожают друг друга причем кто где-то где-то способное такое население молодое как раз мужики они уходят и кладут головы там на полях сражений да то есть генофонд страдает при этом ну в принципе можно сколько угодно говорить о том что запад там поставляют оружие там он за демократию украиной прочее прочее что по попраны там святые обязанности так далее так далее но кто разжигает конфликта ему истлеющего постоянно так сказать в открытое пламя чтобы он превращался я думаю ветер дует запада вот моя такая концепция то есть это очень хорошо ложится на концепцию англосаксов геополитического раздела мира hartland серединная земля им противостоит римлянд вот это вот береговая зона куда корабли торговые военного флота нато они могли приплыть и они фактически говорят что да они тут не могут приплыть так пусть они уж изнутри хохлы и русские себя уничтожат друг друга мы придем на готовенькое но примерно так я думаю я в голову не головы не влезаю понятное дело но мне видится вот такая концепция то есть такой геостратегический план у них скорее всего уничтожение населения что и происходит какими путями кто там это пусть историки после разбираются историки войны и разведки и прочее кто чего кто на кого работал и кто кто как бы был приводным ремнем и так далее и тому подобное вот тем более сейчас это все на наших глазах и отсюда это нереальность то есть осуществляется план которые ну по крайней мере сто летнюю являет историю сто лет ему плану он был написан сто лет и где написан в великобритании в англии автор его известен маккиндер он осуществляется этот план поэтому нереальность у них знаете вот такая вот длительная история они не сегодняшним днем живут они живут через поколение вот они это все осуществляют и все поэтому что за что здесь скажешь вот это вот нереальность происходящего обычный обыватель про был погружен свою обычную жизнь семья дети работа картошка селедка телевизор работа все хорошо дача родители машина там я не знаю еще чего-то там поездки турцию на отдых египет и так далее периодически а может эпизодически все хорошо было вдруг его мобилизовали и вдруг он сложил голову там на полях сражений и вот его дух теперь приходит не только одного там целых огромного количества этих духов из обоих сторон причем горячу а чё ради мы так сказать сложили голову а вы не задумывались эти духи уважаемые а ради чего вы жили то вообще вы ради чего жили отчего удивляет чего померли вот жили неизвестно для чего за компанию родились и померли тоже неизвестно чего так вот они пришли с вопросом эти духи а что нам делать вот чтобы этого а где мы а вот что делать чтобы этого не было что делать только осознавать реальность рождаетесь где угодно в каком угодно теле в каких угодно обстоятельства каких угодно время это ваш выбор делайте свой выбор как хотите но главное осознанность рождайте рождается для того чтобы осознавать тогда вы не будете игрушкой слепой в чужих руках вот и все и не будет этого вот дежавю что мы это уже где-то видели и так далее и этой нереальности происходящего и так далее. Потому что вся нереальность происходящего тут же рассыпется, если мы скажем сами в себе, для чего это нереальность кем-то был этот морок послан. А он был послан с определенной целью, опять-таки повторюсь. Эти цели, социал-дарвинизм, они не артикулируются, но они от этого не перестали быть актуальными. Вот и все. Их, конечно, не артикулируют, а актуальными они не перестали быть, эти цели. Вот это вот надо понять. Поэтому осуществляют, у кого есть рычаги управления мерам, они осуществляют эти цели. Вот я думаю так. Вот моя позиция. У нас все уже несколько секунд осталось сейчас закончить эфир. Ну, спасибо.